Я, Караман Наталья Леонидовна, являюсь руководителем Саратовской правозащитной региональной общественной организации защиты. В последнее время очень много обращений от людей, которые были осуждены по статьям сексуального домогательства к несовершеннолетним малолетним детям. В этой связи мне хотелось бы сказать, что очень много необоснованных заявлений в этой части. В городе Балакова следственным отделом Следственного комитета руководил ранее Роман Георгица. Сегодня он уволен с выходом на пенсию. Но что произошло по факту? Был скандал в городе Хвалынске, когда обвиняли молодого человека в изнасиловании, которого он не совершал. После того, как этот молодой человек заявил об этом и объявил голодовку, Следственный комитет был вынужден прекратить уголовные преследования. Мною было написано обращение в адрес Говорнова Анатолия Юрьевича, руководителя Следственного комитета Саратовской области, с просьбой разобраться по существу данного вопроса. Я опасаюсь того, что здесь, в нашем регионе, данный вопрос не будет рассмотрен по существу. В Следственном отделе города Балакова сложилась система работы в отношении дел сексуального домогательства до несовершеннолетних. Например, был осужден Сысуев Николай, который приговором областного суда был оправдан. Сегодня очень много вопросов в этой части к руководству Следственного отдела, поскольку выясняется достаточно много ошибок в их работе. По данным вопросам написаны соответствующие заявления о привлечении к уголовной ответственности тех, кто оговорил, тех, кто допустил ошибки в своей работе. Претензии предъявлены следователем Следственного отдела города Балакова, непосредственно заявительницей по данному случаю. И было подано заявление в отношении привлечения к уголовной ответственности бывшего руководителя Следственного отдела Романа Георгийца. Вопиющим случаем было событие в отношении осуждения Олега Скрябина, который просто справил нужду в неположенном месте. Его осудили на 13 лет. Также вопиющим случаем был оговор падчерицей своего отчима. И Константина Асташева преследовали на протяжении четырех месяцев незаконно, поскольку падчерица призналась в том, что она оговорила своего отчима. Поскольку это все происходило в Следственном отделе города Балакова Следственного комитета, то есть сомнения, что могут разобраться беспристрастно и по существу. Поэтому сегодня я вынуждена обратиться в адрес руководителя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой обратить внимание на работу Следственного комитета города Балакова, Следственного комитета Саратовской области и по существу поставленных мною вопросов, заданных Говорунову Анатолию Юрьевичу, ответить на мое обращение.